Вот, допустим, у меня очень тяжелая жизнь. У меня каждые три дня там перелет тяжелый, потом надо восстанавливаться. Я сегодня взял, просто побежал в парк побегать. Мне так тяжело было бежать. Я бежал как это, как костяшка, как будто тяжело. Но потом, через пять километров, меня расслабило. Я пробежал там, ну, где-то 16-17 километров. Где-то два часа я бегал с утра. И слушал лекции духовные в это время. Сейчас у меня тело легкое, все расслабленное, как будто я помолодел лет на 10. Это называется аскеза, продлевающая жизнь. Таких аскезов три, таких аскезов три бывает. Все их на природе надо делать. Одна вот это длительное движение спокойное, вторая это пост. Максимум два с половиной суток очищает организмы. Третья аскеза это статические упражнения. Вчера я делал йогу статические упражнения, сегодня пробежался. Такая длительная пробежка достаточно раз в неделю. Йогу два часа тоже достаточно раз в 4-5 дней. Я просто вам рассказываю волевой способ отношения с природой для продления долголетия в своей жизни. В основном люди пассивно живут просто там, ну заполело, вырезали или таблетками там загасили. Ну и так живут, пока живется, потом раз помер. Понимаете, а если человек совершает аскезы и с природой контактирует, то он может продлить свою жизнь. Он может жить дольше. И хорошо жить. То есть, я вот себе начал бегать, допустим, я всегда йогой занимался всю жизнь, 14 лет. И где-то уже 15 лет я по утрам ничего не ем, пощуюсь по 100, но все равно у меня организм начал потихоньку терять силы. И я думаю, что-то мне не хватает. И понял, что мне нужно вот это движение длительное. И я две до три с половиной года назад начал бегать. В результате я сейчас чувствую себя моложе. Понимаете, моложе себя чувствую, чем чувствовал, допустим, пять лет назад. Мне тоже говорят, Леонид Георгиевич, вы что-то молодеете. Сестарей, ты молодеешь.